А сейчас я хочу показать вам одно увлекательнейшее видео. Внимание на экран. Создается впечатление, что это съемка голливудского блокбастера. Ба-бах! Но нет, такие вот пируэты может выделывать наш родной украинский автобус в гололед. Ну а происходит это, когда водители автобусов и маршруток ездят зимой на летней резине. Вот несколько дней назад подмерзла дорога и сразу же автобусы начали буксовать. Насколько же опасно пассажирам садиться в маршрутку или автобус в гололед? Сколько из них до сих пор ездят на летней резине? Только выпал первый снег и началось. Сейчас я проверю, на какой резине в гололед ездят наши маршрутчики. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы уже подготовились, я смотрю. Да, есть такая штучка, приборчик. Это штангенцирг электронный. Сейчас вместе с инструктором по вождению Сергеем Мазеппой мы проведем тест на наличие зимней резины у маршруток, автобусов и троллейбусов. Ну что, идемте тогда проверять наш общественный транспорт. Здравствуйте! Доброго дня! Расскажите, на какой резине вы ездите? В каком смысле на какой резине? Ну это зимняя, незимняя, меняли уже, переобувались, видите какая погода. Как это нет зимней резины? А на чем тогда в гололед ездить? Не заносит вас? Вот она китайский заносит, а на цей не заносит. Ага, а можно померить штангенциркулем? Попробуйте. И сколько там? Тут к Богданам подобраться не так и легко. Так, спрятаны колеса специально. Машина не перебачена. 5,82. Минимальный граничный показатель для глубины протекторов на шинах в маршрутках – это 2 мм. В данном случае значительно больше. Так что все в норме, собственно, как и в остальных маршрутках на остановке. Тут все три маршрутки, они все на однако и резине. Они используют всесезонную резину в данной ситуации. Ну, конечно, то есть чисто как зимний вариант. Понятно, что резина очень дорогая зимняя, поэтому используют более такой дешевый вариант. В конце остановки мы видим бесплатную маршрутку, которая возит людей в торговый центр. Интересно, а там беспокоятся о своих пассажирах? Боковой порез. Есть там водитель, мне интересно. Неравномерный износ. Да даже я вижу, что она как-то волнистая. Эти шины не просто не соответствуют сезону, они абсолютно лысые. Что там написано? 0,26. Это почти граничная, да? Нет, это уже гораздо меньше. Садиться в такую маршрутку я бы точно не советовала. А это все равно, что в резиновых сапогах на каток. Чуть позже я наглядно покажу, насколько опасна летняя или лысая резина в такую погоду. Но об этом потом. Здравствуйте, а вы водитель? Да. Расскажите, какая у вас резина? Мы смотрим резину. Скоро мы будем поменять всю резину. Автопарки сказали, что вот-вот сегодня, завтра поменяем. Поменяют. Переднюю уже поменяли, остался задний. Задний. А вот еще один экземпляр. Очень популярная маршрутка, которая возит людей из спального района на вокзал. Первая нормальная, и задняя нормальная. Китайская, да, но нормальная. Снова китайская резина. Вариант самый дешевый. Но главное, это даже не всесезонка. Она летняя. Это летняя? Да. Угу. Очень любопытно. Правда, маршрутчик оказался другого мнения. Расскажите, как вам ездится на ней? Она же летняя. Это зимняя резина. Зимняя? Да. А мы смотрели летняя. Резина еще нормальная. А если будет, то что будет с пассажирами? Если будет гололедец. Если не буду сыпать, тогда буду стоять в парке. Доброе ездится. Главное, чтобы не было гололедец. Ну так а гололед же будет? Не будет. А вот посыпали. Дорога. Рядом на остановке стоит троллейбус. Набирает пассажиров на конечной. Ну а мы тут же к колесам. И мерить не надо. Палец вылезает. А, я поняла. Вот это вот. Покрышки однозначно новые. Но вот одна неприятная странность. А вот кто производитель? Сейчас прочтем. А ну кто там? Раша. Да. Интересно, что это наш Киевпостранс в России закупает шины. А вот и водитель. Любопытно. А что она скажет? Вот в Назах, там да, там лысая резина полностью. Они по Подольскому подняться не могут. Угу. По Подольскому спуск, знаете? Я поняла, знаю, конечно. На 18 маршруте. Вот там они поднялись, у них полностью лысая резина, блин, они подняться не могут. А у меня только полтора года троллейбус. Так что у меня сейчас все в порядке. 18 маршрут мы обязательно проверим. Но вот странно, почему этому троллейбусу всего полтора года, а покрышки купили российский? Неожиданно. Как и то, с чем в руках водитель. У вас так странно рабочий день проходит? Или это вы на после рабочего дня? Вы что думаете, я буду во время смены это делать? Я на всякий случай спрашиваю. Я сейчас не совсем турела. Что ж, а мы с Сергеем едем на конечную того самого 18-го. А вот и троллейбус. Это китайская. Китайская, да, снова? Да, то есть оно глянует передние колеса, там оно... Чуть-чуть другое, как будто, да? А ну-ка, кто выработник? А это белая шина, то есть это Белоруссия. Но тут мы с Сергеем решили проверить внутреннее колесо. А вот это колесо как раз и не отвечает. Полностью нема. Я не буду мерять, но тут видно, что она гладенько с окси. То есть нема, ни за что зацепиться с окси. Боже, они просто прячут внутрь абсолютно лысую резину. Водитель и сам недоволен. Как вам на ней ездится, скажите? Скользко. Скользко, да? Вочи. Ага. Ну, приветки и в постранцу. А вот и еще один троллейбус. Интересно, как у него с покрышками? Ну, тут, значит, ситуация покраще. Резина российская снова мы бачим. И тут водитель признается, что за 8 лет троллейбусу ни разу не меняли колеса. Как по льду держится? Вообще не держится? Ну, еще кое-как держится. Внутренние колеса, как и на предыдущем троллейбусе, оказались абсолютно голыми. Это на Подольске не подняться. Да? Отвечать за такое отношение к пассажирам, да и к водителям троллейбусов должен Киевпостранц. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим к вашему начальству. Да не вопрос. Япончик сзади вас. Там представьте, скажите? Конечно, представимся. На проходной мне с камерой, конечно, не рады. Нам нужен кто-то из руководства, который прокомментирует нам важную ситуацию. Нас интересует, почему на троллейбусах, которые ездят на маршрутах, стоит лысая резина, которая спрятана на внутренний ряд. Да? А почему? Выходить ко мне никто так и не захотел. Все через официальный запрос. Ну что, напишу запрос, буду ждать ответ, потому что я считаю, что это просто беспредел. По итогу в Киеве ни один из проверенных мной маршрутов транспорта не обулся в зимнюю резину. Интересно, а как во Львове? Там, говорят, еще больше засыпало снегом. Зі мною справжній фахівець, викладач автошколи Дмитро, який за допомогою штангенциркуля і спеціальної формули визначить, кому уже давно пора змінювати гуму на колесах. Ти можем поміряти вам протектор? Можете. А скільки вас в миллиметрі має протектор, вы знаете? Новые колеса, два месяца меньше. От зараз і перевіримо, наскільки вони нові. На цей штангенциркуль ми не пробиваємо колеса, все гаразд? Ми тут не заміримо, треба, щоб колеса вивернути. Вивернути? Треба спеціальну лінійку. Ой-ой-ой. Може, хоч знизу вийде? Два місяці їздити? Так. Два місяці? Сім мініметрів. Нормально. А нормально? Новая ще на 14 мініметрів має. Отже, 50% зношено. Значить, вам не нову дали? Значить, дали душу. І в підтвердження цього викладач навіть знайшов дату виготовлення. А це 2015 рік. Дякую Богу, що нормальна машина. Це все нормально? А вони дають гірші вам, як водіям? Я зрозуміла, що ви не можете про це казати. У нас гілометраж, машина колесо проходить, наприклад, на передній колесо 70 тисяч. 70 тисяч пройшла резина, її тоді замінюють. Якщо вона не пройшла 70 тисяч, вибачте. Але навіть якщо вона в поганому стані, тоді її не замініть. А хто замінить? Купляй колесо тоді, шофер. У інших автобусів ситуація ще гірша. Тут у нас є 5,5 міліметра. Що це означає? В принципі, на таку кашку, як зараз, це є вже чуть-чуть маловато. Цікаво, а чи лисі колеса у маршруток? В якому стані у вас шини? У нас на нормальні зимові... Ні. А знаєте, який у вас там протектор, яка глибина? Десь зенера є 6-7 міліметрів. Можемо вам переміряти? Я не маю зенера часу. Ну, ми швиденько. 4,5 міліметра. Це вже, можна сказати, критичний стан шини. Ого, а водій так впевнено накину висоту. Десь зенера є 6-7 міліметрів. Може, хоч у тролейбусів ситуація краща? Майже 5 міліметрів. 5 міліметрів. Стабільно. Задній вам треба вже міняти. І передній, в принципі, теж. Я за, але від мене не залежить. І головне, що у жодному транспорті, який ми перевіряли, новенькими шинами і не пахло. Більшість їздить на напівзношених. Може, хоч у Харкові ситуація краща? Хоч Харків снігові замети поки що йому нули, все ж перевзувати автобуси і автівки вже час. Я вчора надував хорошу зимню резину. Олексій Бісєдін сам колись був чемпіоном України з раллі, а зараз він директор ралійної команди, яка теж є чемпіоном країни. Резикнуло б, наприклад, їхати по зимовій трасі на літній гумі. Сказав би так, не хотілося б. Ну, якщо автогонщику не хотілося б, то пасажирам громадського транспорту тим більше. Тож Олексій допоможе мені проінспектувати гуму харківських маршруток і тролейбусів. За допомогою штангенциркуля шукатимемо необхідну висоту протектора гуми. Ситуація повторюється. Автобус за автобусом. Необхідні 3 міліметри висоти протектора знайти не проблема. Тут є резина і тут є ці 3 міліметри. Скажемо, що вона відповідає. Відповідає, причому вона нормального визготовителя. Схоже, з автобусами все ясно. Висота протектора достатня, але назвати цю гуму зимовою навряд чи можна. Що ніхто на зимню не зміняє. Думаю, що всі перевозчики, все-таки це бізнес, вони використовуються, вірено, що вони всі використовуються ось такою резиною, яку можна, скоріше, назвати всесезонною. З Олексієм йдемо на зупинку тролейбусів. Можливо, на них катають пасажирів із зовсім лисою гумою. Я думаю, що десятка є. Ну, у тролейбуса протектора глибина Сі 14. Повертаємось до автобусів. Ну, не вірю я, що все так ідеально. Зміняли вже резину, або ще нет? Я на підміну в машину виїхав, у нас в машину якраз я зміняв. Це ж не так просто. Це шість колес, це спеціальне, це саме, загоняють, беруть резину, їдуть на розвал, роблять. Цю машину, якби, теж участь чекає, так? Кому-то поменяють на якому-то, той поїдет рейс, а ця на зміну. Скоріше, коли я заїду, я вечером погоню от мене. А що скаже водій цієї маршрутки? А ви ще не зміняли гуму на зимову? Вчора. А? Ні, а вже ж мінус один. А ще немає вашого БАТП, да, розпорядження такого? Є, вже міняю. База перевізника, у якого виявилась проблемна гума, знаходиться за ось цим парканом. Доволі така атмосферна місцина. І, чесно кажучи, аби не роботи, я б ніколи сюди не заїхав і не пішов ні за які гроші. Підтвердження зміни гуми та безпеки харківських пасажирів і доотримувати від керівництва фірми-перевізника. А ви зайдете, а ви подождите. Ну, ми вдвоєм только. Ну, це серйозний питання у вас. Я знаю. Ну так, скажіть, будете перебувати в автобусі? Звісно буде, ми перебуваємо. А почему зараз? Вот є заморозки, вони до сих пор ездить. Відчинка просила. Відчиньте, пожалуйста. Хорошо? Перевізниця просить іще раз зачекати в коридорі, поки вона збереться з думками і цього разу знаходить сили відповісти на запитання. Процес заміни резини у нас постійно производиться. Є норми пробіга резини. Не завжди та резина, яку ми купуємо, відповідає качіству. Також дорожне покриття, по якому їздять автобуси, теж далеко до завершенства. Лишається повірити, а початок справжньої снігової зими у Харкові покаже, чи не дурила мене перевізниця. Ну а я тем временем, как і обещала, взяла с собой манекен по імени Наташа і отправилась проводити експеримент. Наташенька, нелегка, у тебе судьба, держись. Ми проведем експеримент на абсолютно закрытой площадці, де, як видите, жуткий гололед. Ми проверимо, каков тормозной путь машина на зимній резини, ой, а какой на летній. Мне поможет чемпион України по автоспорту Дмитрий. Сначала мы проедемся по льду на зимній резини. Вот так машина входит в повороты. В такой момент на зимній резини машину можна контролировать. У нас сейчас такая ситуація, у нас снежний, скажем, покрытие, и голый закатный лед, да. То есть, ну, я в любом случае, я хотя бы могу сместиться и попробовать зацепиться, у меня не шапованная резина, и зацепиться за снежок. Если у меня будут летние резины, то за что бы ни цеплялась, если у меня к леду, ну, на вернее цепь, он будет продолжать просто скольжение. Чтобы измерить тормозной путь, мы расставили перед манекеном конусы через каждые 10 метров. Разгоняемся до скорости 50 км в час и тормозим. Ну, мы достаточно хорошо затормозили. Наташа не пострадала. Наташа, здорово. Ну, а здорово. Да, столько замерзла. Стоишь, а мне простудилось. Дальше меняем на летнюю резину и повторяем все сначала. Может, у нас несет? Вот. Ого. У нас скорость, там, 10-15 км в час. У нас скорости всего лишь 10-15 км в час, да? Да, нас просто тащат. Боюсь себе представить, как мы сейчас будем тормозить. Мне кажется, что мы так. Хотя это те же 50 км в час, и тормозить начинаем у той же крайней шашки. Итого тормозной путь увеличился метров на 20. И не дай бог, вот такое может произойти в реальной жизни. Это и то, если вас заметят и успеют затормозить. А всего лишь нужно поменять резину. Это же не так сложно. Вчера.